Добрый вечер! У нас сегодня в гостях известный журналист, посол, чрезвычайно полномочный посол Христана Замира Садыкова. Вы, наверное, следите за последними этими событиями с бывшим президентом Атамбаевым. Он чуть ли не забаррикадировался у себя в койтоше и некоторые угрожающие вещи говорит. Народ к нему почему-то приходит и выражает поддержку. Некоторые даже оставляют свои государственные посты, чтобы поехать к нему. Как вы ко всему этому относитесь? Ну, на самом деле, все это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно, как обычно говорится. Но, с другой стороны, это, конечно, очень сильно беспокоит, потому что и сразу, когда он стал создавать вокруг себя живой щит, фактически напомнил мне начало апреля. И вот тот момент, когда 6 апреля к нему пришли его вызывать на допрос в его дом в городе Бишкеке, и он там тоже баррикадировался, тоже собрал людей, и все никак долго не выходило из дома, чтобы поехать в ГКНБ на допрос. Это было ночью с 6 на 7 апреля. А уже 7 апреля, да, точно так же сторонники по его кличу, скажем так, по всей видимости, явились к форуму, и там они, значит, захватили оружие, и там они пошли на площадь, и там произошла вот эта вот кровавая битва. — Босыровка. — Да, бойня, и все, в принципе, тогда. Вот уже сейчас, как бы, да, я, как бы еще раз, вот глядя на это еще раз по-новому, я еще раз убеждаюсь в том, что, по сути дела, вряд ли те, кто выходил 7 апреля, до конца были, значит, людьми, которые шли на то, чтобы вот в Кыргызстане изменить систему ли, клановые ли правления, какие-то еще другие моменты, которые были, значит, озвучены тогда оппозиционным движением, одним из которых был Алмазбек Атамбаев, теперь вот кажется, что тогда тоже ребята пошли просто его защищать, понимаете, вот как бы, чтобы его вызволить из ГКНБ, а получилось то, что получилось, и все это представлено было в виде народной революции, понимаете, и сейчас тоже люди, те, которые идут его, пришли к нему, они же продолжают повторять, что речь идет о том, что они просто его жалеют, ему сочувствуют, они пришли его поддержать, они пришли его защитить. — Наш человек. — Да, наш человек. То есть речь сейчас ведь практически не идет, если только вот они уже сейчас меняют, значит, свои слоганы, сегодня уже они призывают к новому митингу уже 3 июля против, значит, уже как бы Никетин, да, Сурон Байджейнбеков, ну, как-то они по-другому назвали это. — Болвой Галды. — Болвой Галды. — Болвой Галды. Но пока вот до сегодняшнего момента люди стоят в защиту просто Алмазбека Атамбаева. — Независимо от того, что натворил. — Независимо от того, да. Они даже не перечисляют многие, те, кто многие, ну, как бы выражают с ним, ему сожаление, они говорят, ну, что было, то было, он, конечно, тоже вроде бы не белый, не пушистый, но вот нам его жалко. Вот на такое, да, они риторики стоят. — Вот Раза Атамбаева сегодня написала мнение свое, опубликовала, что в одном Атамбаев мастер, он умеет возбудить в обществе низменные вот эти чувства, которые поднять широко и распространить, и чтобы вот из-за этого возникла даже вот игра на межрелигиозный, да, на деструктиве и межрелигиозное, межрегиональное даже противостояние. Он даже на это идет. — Вы говорите о том, что, спрашиваете о том, что, значит, он натворил, и вот почему его не, значит, не арестовали или что-то не сделали еще, в общем, какие-то не предприняли по отношению к нему какие-то меры, чтобы его оградить, да. — И он уже сейчас, находясь в Койташе вот эти вот дни, да, после того, как с него сняли статус экс-президента и неприкосновенности, он уже наговорил столько, что уже сегодня меня удивляет, почему генеральная прокуратура, у которой есть эти полномочия, да, они не возбуждают по сказанному им, по вот этим вот всем, по разжиганию, по угрозам, да, нынешней действующей власти, какая бы она, вот, она, как бы легитимная действующая власть, значит, по разжиганию межрегиональной розни, да, вот, он наговорил уже на кучу уголовных дел. — Вот просто в Фейсбуке написал профессор университета, что езжайте в свою страну, да, там, где вам такая архитектура, если вы считаете ее архитектурой, нравится, уголовное дело возбудили. — Да. — Извините меня, а здесь такое говорится? — Сколько было, вот, помните, по этому, значит, блогеру, не блогеру, а, значит, Ормукову, да? — Да, поэт. — То же самое, поэт, он, значит, какое-то стихотворение там написал, просто сожалея о том, в каком мы живем положении, да, страна живет в каком положении, его возбудили уголовное дело вплоть до, значит, задержания. — А это не какая-то информация, не какое-то там заявление, это поэзия. — Да. — За поэзию, получается, судили. — Да. — А тут человек делает политические заявления. — Абсолютно. — Которые могут возбудить межрегиональное вот это противостояние. — Они уже возбуждают, и сегодня, конечно, надо сказать, что вот в социальных сетях они работают неплохо, по всей видимости, вот это вот. — Пропаганда. — Да, пропаганда, вся эта команда, значит, бывших троллеров и прочих, да, Фарида Ниязова, которая использовалась, она, по всей видимости, продолжает использоваться. — Ну, с таким неограниченным количеством денег этого самообъявленного он сам себе, значит, сам себе, сам сообщил, рассказал, вернее, всем о том, что он является мультимиллиардером, и у него деньги. Ну, и уже сейчас понятно, что у него, он много денег, конечно, себе сделал за годы своего правления. Вот это вот то, что сейчас инкриминируется ему по коррупции, да, вот он причастен к кредитам, он причастен к различным проектам, и он причастен вплоть до самого такого бизнеса и поставка мугля даже, да, на ТЭЦ. — Даже вот уже, как бы не говоря о высоких там планках, которые он мог и делал в качестве президента, давая указания, с какими компаниями надо заключать контракты, какие кредиты мы, значит, надо от кого получать и так далее. Вот набрали 2 миллиарда кредитов по самым высоким ставкам, значит, от китайского Эксимбанка. То есть денег у него очень много, и поэтому все его воззвания, подкрепленные еще и деньгами, которые, значит, оплачиваются троллером разного рода, да, в социальных сетях, плюс, значит, каналам «Апрель», да, который вещает каждые там, ну, 2-3 часа, он вещает о том, что там происходит, и это просто, это просто полное, значит, манипулирование сознанием людей. И, конечно, особенно в такой момент, и особенно на религиозном, ой, на региональном факторе, это преступление, я считаю. — Можно ли считать телеканал «Апрель» вообще средством массовой информации? — Нет, абсолютно нет, потому что он не дает другую точку зрения. Кстати, вот на этом они попались. Помните, когда они объявили телемарафон по защите политзаключенных? — Свободный микрофон. — Да, свободный микрофон, значит, по защите политзаключенных. И, значит, я обратилась вот к Адилю Турдукулову, он там, ну, я больше других не знаю там, конечно. Я говорю, слушайте, а вы вообще как, комитет, наш комитет защиты политзаключенных намерены пригласить, да, вот туда на этот, на эти, на этот марафон, чтобы они тоже высказали свою точку зрения, тоже политзаключенные и признанные политзаключенные. И на самом деле действительно политзаключенные, а не эти коррупционеры, которых они защитили. Нет, они же отказались. Здесь наш, значит, исполнительный директор Сапара Аргембаев, он звонил к ним туда, разговаривал с Кролевичем, по-моему, да, ну, он мне пересказывал потом этот разговор, и когда он сказал, о чем он хочет, вернее, она долго спрашивала о том, о чем он хочет говорить, она сказала, на что она сказала, ну, тогда как бы мы не сможем вас пригласить, потому что у нас другая тема других политзаключенных. Вот вам и все СМИ. Ну, кроме того, что вот они избирательно так относятся, директор телеканала является членом Политсовета. Абсолютно, да. Значит, это уже не СМИ, а это пропагандистский орган, как коммунистические времена, например. Или там журналисты, которые работают, они тоже являются членами Политсовета одной партии. Журналисты вообще не должны быть членами никаких партий политических. Как они после этого себя называют СМИ, средством массовой информации? Ну, тем более, что учредитель у них Алмаз Атамбаев, поэтому какой может быть, в общем, в принципе, там, плюрализм? Или вот этот баннер они, когда вот к свободному микрофону выпустили, да, эту заставку. Там вместе с Сапаром Исааком, другими, которые сейчас обвиняются и находятся в суде, под судом. Там были фотографии Аиды Соляновой, Эмиль Бека Текебаева и Сады Раджапарова. Когда у Фарида Ниязова спросили, почему так оказалось, что в одной куче, он ответил, ну, по ним же есть судебные решения. Разве по Текебаеву решение было, что он политический узник или политический осужденный? Это тоже манипулирование. Конечно. Это тоже манипулирование таким образом вводит в заблуждение людей, которые не разбираются, и вовлечь побольше людей как бы в свой марафон или в свои митинги, для того, чтобы сказать, что вот мы приходите, и сторонники Текебаева, и сторонники Сады Раджапарова. И в конце концов, через, по-моему, три часа после начала этого марафона, просто директор телеканала вышел, забрал подмышку, или, если не подмышку, то двумя руками, взял эту трибуну и просто унес, и на этом их свободный микрофон закончился. Как можно так попирать свободу слова и, я бы сказал, предавать свою профессию? Ну, как вы вообще, будучи журналистом, как к этому надо относиться? Ну, я не отношусь к Апрелю как к СМИ, скажем так. Я отношусь это как к пропагандистскому каналу, личному каналу Алмаза Атамбаева. Поэтому, ну, что здесь говорить? Просто людям надо еще раз объяснить, что это частный канал, это канал, значит, Алмазбека Атамбаева, и он сейчас просто как бы вещает, информирует о том, что там вокруг него происходит, и выдает его все эти, значит, призывы, его точку зрения на те события, которые происходят вокруг него. Вот правление, если мы Атамбаева возьмем. Президент Денбеков назвал его правлением организованного преступного мафиозного клана. После этого вот на последней сессии Аклубек Дяпаров назвал это «Система неформального принятия государственных решений». Абсолютно верно. Согласны с этим? Абсолютно верно. Была создана узкая группа людей, которая захватила власть, которая разрушила, во всяком случае, абсолютно систему государственного управления. Она состояла из близких людей, причем людей, значит, очень далеких от какого-то карьерного роста, от какого-то своего бэкграунда, да, то есть они ранее не были там, допустим, не прошли какую-то школу, госуправление, не числились на каких-то государственных должностях, да. Посмотрите, вот, значит, водитель, понятно, телохранитель, понятно. Там группа телохранителей, вплоть до того, что они были назначены на должности министра, внутренних дел, заместителя представителя государственной, комитета государственной безопасности, значит, но туда, каким образом туда затерлись? Вот мы, Сапар Исаков и, значит, Сигизбаев, да, мы говорим о восстановлении исторической справедливости. Мы говорили тогда, вернее, они говорили, да, вот, Атамбаев, значит, во главе с движением, да, с 7 апреля, вот они, вот, совершившие революцию, они говорили о том, что вот мы не хотим повторить, да, значит, того, что совершил Акаев, Бакиев, у них были на это, значит, свои определенные, скажем так, высказаны претензии, и это, ну, многие из них имели место, действительно, но потом скатиться до того, чтобы взять и назначить Абдиля Сигизбаева председателем комитета государственной безопасности, да, он был пресс-секретарем Аскара Акаева, а Сапара Исакова, который был, значит, работником, очень услужливым и очень, таким, добросовестным работником цари у Максима Абакиева, назначить руководителем администрации, да, президента, все дела вершить через него, потом назначить премьер-министром. Я не могу понять вообще, где последовательность, кроме того, что вообще, как бы, все эти, кроме того, что у него вообще, как бы, очень был узкая была такая группа, которая только под его, да, под его указ, работала по его указаниям, потому что эти вопросы не согласовывались ни с правительством как таковым в целом, не согласовывались с Юрку Кеннешем, а просто так отдавали на отмашь для того, чтобы безапелляционно, чтобы подмахнули, решили, приняли то или иное решение Атамбаева. И, конечно, это тяжкие преступления, это коррупция, которая вот была им создана, вот, организованная группа, которая полностью работала на его бизнес. Меня удивляет, что, значит, как я помню, еще несколько месяцев тому назад, вроде бы генеральная прокуратура возбудила тоже дело уголовное, да, проверить богатство Атамбаева. Атамбаева. До сих пор тоже нет информации, где эти деньги, где деньги его бизнеса находятся. Вот. По идее, прокуратура же должна была какие-то концы найти, счета на которых, но я уж там не говорю про декларации, он эти декларации заполнял или не заполнял. Но если это был открытый и легальный бизнес, значит, эти деньги где-то должны находиться. Но вот заявленные тоже на прошлой неделе о том, что они будут скрывать ячейки и счета, значит, проверять семьи и ближайшего окружения, они тоже пока не дали результата. Значит, деньги находятся за пределами страны, они не работают на страну. Вот он такой легальный, такой бизнесмен, который заработал честным путем деньги. Ну, это до президентства, да? Во время президентства он должен, мог заниматься бизнесом? Он занимался бизнесом. Он занимался, а вот насколько это соответствует статусу президента? Ну, безусловно, он не имел права заниматься этим. Но это же очевидно. Он открыто говорил, что я там то продал, я там это продал в Турции. Нет, он и продолжал же этим заниматься, он же и в Турции продавал какую-то свою собственность, но он не показывал, он же не приводил эти деньги в страну. Если бы он привел в страну, открыл свой счет, допустим, да? Вот, с которого он бы занимался благотворительностью, либо показал бы, с какого счета он оплачивает деятельность, работу от того же самого канала «Апрель». Тоже же нет прозрачности. Ну, после его президентства начал, да, действовать. Ну, вот, например, продал, оказывается, он здание форума какому-то молодому человеку, которому чуть-чуть за 20. Так он, будучи президентом, он же купил, например, землю в койташе, он говорит, да, у жены Албека Ибраимова? И все говорят, ну, это нормальная вторичная сделка, вторичный рынок недвижимости, якобы. И все на это смотрят нормально, а что это такого? Или членство его в СДПК? Он же торжественно заявил после своей инаугурации в 11 году в декабре, что никаких отношений с СДПК у него нет. Не верьте тем, кто будет что-то такое говорить от имени СДПК, и что к этому имеет отношение Атамбаев. А через два года он уже открыто стал говорить, это моя президентская партия. Насколько можно быть, ну, попирать вот элементарные политические понятия? Ну, вот в том, вот в мае, когда Конституционная палата сделала заключение по закону, да, о лишении статуса, о лишении неприкосновенности, и они там, значит, сказали, что лишить, вернее, может лишиться привилегий, да, экс-президент, в случае, если он будет заниматься политической деятельностью, либо участвовать в каких-то политических мероприятиях, общественных мероприятиях. Ну, вот с момента, как он, допустим, уже он не, он уже экс-президент, мы, ладно, даже не поднимаем вопрос, ну, не будем сейчас вот возвращаться к тому, значит, что должны были сделать, да, правоохранительные органы после того, как они, генпрокуратура признала о том, что он является, в смысле, он занимался, ну, обвинил его в тяжких, в особо тяжких преступлениях и в коррупции, да, допустим. Но после этого, кроме коррупции, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, он уже участвовал и продолжает участвовать ежедневно в общественных мероприятиях, вот, на митингах он несколько раз участвовал, своих же у форума, там он высказывался, да, в адрес нынешней государственной власти, там парламент, он оскорблял парламент, парламент нравится он нам, не нравится, правильно, сегодня сказала Утунбаева, нравится он нам, не нравится, но это, извините, легитимная одна из ветвей власти, это государственный институт, вот, который, в общем-то, который оскорблять, наверное, таким образом тоже, ну, ему нельзя. И почему по этим всем вопросам тоже генеральная прокуратура не высказывается и не дает своего заключения. Да, я вот особо хотела отметить момент, когда они из шести обвинений, да, которые Джогур Кокинеш выдвинул против Утунбаева, они, например, исключили гонение. Узурпацию власти. Узурпацию власти и гонение, да, вот все политические гонения. Я еще раз хочу повторить, в Конституции написано, что права одного человека, одного гражданина, они значительно, права и свобода, они значительно стоят выше прав и прав, любых прав государственных институтов, даже власти, государственных ветвей власти, вот. А это что, не люди, которые были, извините, несколько отсидели? Они их шельмовали с экранов, значит, вот этих вот государственных каналов, которыми владел Атамбаев, да, и управлял, контролировал их. Шельмовали семьи, родственников. Это огромный слой людей, которые, в общем, я думаю, что получили большой такой моральный ущерб и вред и здоровью, и своему положению в обществе. Это удивительно было, что в 21 веке в стране, которая объявила парламентаризм, демократию подняла на знамя, и они вот таким по бездоказательным моментам, особенно, наверное, Текебаев и Эрнест Харбеков, например, в чем вина Харбекова, например? Да. А Карбекова вина в том, что он препятствовал, извините, кредитам в энергосектор, вот в частности в ТЭЦ, по завышенным ценам, да? Да. Вот, и он мешал им воровать. Он мешал им провести операцию реконструкции ТЭЦ и заработать на этом сотни миллионов долларов. А это подвели под государственную измену. Да. Это самое настоящее политическое преследование в высшей степени, когда человека за хозяйственную какую-то критику делают врагом государства, измена родине или те же самые суды против журналистов, против СМИ, когда обычная такая вот добротная критика превращается в клевету. И даже сейчас он возвращается к этому жаргону и называет тех, кто сейчас его даже критикуют, опять клеветниками. Вот здесь есть, кстати, один такой, значит, небольшой, вернее, небольшой такой серьезный перекос. Вот представьте себе, вот он сейчас клевещет, да, оскорбляет Атамбаев всех, начиная от президента, заканчивая, значит, журналистами, которые пишут о нем, или, там, я не знаю, депутатами и так далее. Вот. Если сейчас мы, кто-то из нас, или, там, тот же самый депутат какой-нибудь, или парламент, или президент, или генеральная прокуратура начнет возбуждать уголовную... Вот я говорю, почему они не реагируют, а с другой стороны, если сейчас они начнут возбуждать это все против него, то он тогда начнет, он расцветет, и он будет вот жертвой, знаете, режима. Вот. И он тоже окажется, вернее, все представит в таком виде, что вот теперь его преследуют, теперь в отношении него... Ущемление свободы слова. Да, ущемление свободы слова, свободы мнения и так далее. Поэтому здесь вот надо быть, конечно, вот очень осторожным. Я тоже считаю, что, может быть, вот какие-то резкие такие совершенно... Ну, не дать ему повод, в общем-то, знаете, вот себя вот представить в таком свете жертвы. Ну, а с другой стороны, конечно, с другой стороны тоже это бесконечно все это слушать, и все это за всем этим наблюдать. И причем, значит, наблюдать за тем, как люди... Людей манипулирует он, да, людьми манипулирует, и люди продолжают стекаться. Я уж не знаю, они стекаются вот в этот коэтаж, ну, не хочу никого оскорблять, но, знаете, и плов, и бешбармак, значит, и так далее. Я думаю, что тоже очень привлекательно. Там в Фейсбуке тоже есть призывы, там хотите, значит, попасть в такой вот all-inclusive, значит, бесплатный хойтаж-резорт, значит, вперед, там, значит, все уже готово для того, чтобы хорошо отдохнуть. И вот особенность некоторой психологии или как там поведение, обвинять других именно в том, что делаешь сам. Вот это как надо охарактеризовать такого человека? Он не только обвиняет всех, да, то, что он делал сам, но он просто, он как будто выпал из времени. Он говорит, я вообще ничего не совершал, я вообще никого не преследовал, я вообще такой вот, ну, просто вот он... Ангел. Знаете, ну, это тоже манипулирование. Не все же следили за событиями, допустим, как он, что он делал в свое время. Люди далекие от политики могут сегодня прийти и начать действительно его просто жалеть на фоне того, что он говорит, вот я ничего не делал плохого, а вот меня сейчас, да, хотят вот арестовать или хотят меня там чего-то лишить. Это манипулирование. И мешать вот эти дела Текебаева и дела, например, Сапара Исаакова. Насколько они вообще сопоставимы? Как вы считаете? Безусловно, нет. Хорошо. Не сопоставимы. Хорошо. Если, значит, вот по Текебаеву, да, например, он, значит, было предъявлено, да, Текебаеву в том, что передали, значит, ему миллион долларов обвинять, да, во взятке там и так далее, да. А, значит, причем никаких нет на это доказательств. А, значит, тут же говорят, что, вот, допустим, Нариман Тулеев, вот, говорит, что он передал 500 тысяч долларов, и он не признает, да, это. Ну, извините, если ты признал, что, вернее, вся система, да, вот правоохранительная, генеральная прокуратура признали, что не приехавший или не передававший, значит, эти деньги Текебаеву человек, и фактов нету, да, абсолютно не было доказано. И они говорят, что... А вот Тулеев тоже врет, да? Ну, извините. Чем отличаются? Чем отличаются? В правовом отношении. Да, ни в чем не отличаются. И мы... Я верю тогда, я вынуждена верить, что если они навязывали мнение, что Текебаев брал, да, допустим, какие-то деньги, а почему Атамбаев не брал деньги? И Атамбаев точно так же брал деньги. Значит, все, что касается его сейчас, это все абсолютно... А я же еще раз повторяюсь, вот он ни в чем не виноватый, и несчастная жертва нынешнего режима. У нас уже времени мало осталось, около двух минут. Вот в целом, как бы вы ситуацию охарактеризовали нынешнюю? Я бы охарактеризовала ее как очень сложную, но в то же время, я хочу сказать, чтобы мы сами не нагнетали, чтобы мы сами не попадали в ловушку, которую нам пытаются расставить Атамбаев, чтобы мы не попадали под его... Вернее, ну, как бы мы, я говорю, люди, да, чтобы мы не попадали под его манипулирование, под его всевозможные, скажем, заявления. То есть надо рассматривать как человек, который пытается, ну, как бы вот... Понятно, что он пытается себя защитить. Ну, пусть настолько, сколько ему хватит сил, пусть он отбивается, никто... И чтобы не поддавались, и власть тоже не поддавалась на то, чтобы его вот сейчас начать вот там, допустим, уж сильно там прессинговать, что называется, да, вот, а посмотреть действительно на юридическую сторону дела, как положено делать, значит, процедуры какие-то и так далее. Вот. Иначе мы попадемся в его ловушку, он окажется жертвой, а завтра будет пытаться себя оправдать там на международном уровне и так далее, что здесь его вот таким образом просто хотели дискредитировать или там его уничтожить. Спасибо вам большое. Тут как раз Тикебаев говорил, что если обвинения будут недостаточные, это станет пищей для рассмотрения потом международных организаций. Абсолютно. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. У нас в гостях была Замира Сыдыкова, которая во времена Акаева отсидела за критику президента. Вот известный журналист, основатель, создатель газеты «Республика» и чрезвычайно полномочный посол. Работал в США, послом Кыргызстана. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова